Мы продолжаем наш телемарафон и благодарим всех тех, кто проводит этот день с нами. Спасибо вам, что смотрите нас. Я готова приветствовать тех зрителей, которые в эту минуту к нам подключились. Звоните нам в эфир, рассказывайте истории ваших замечательных родственников, которые ковали победу в Тулу, которые работали на оборонных предприятиях Куйбышева. Присылайте нам фотографии. Мы обязательно расскажем про ваших родственников в прямом эфире, покажем их фотографии. Давайте все вместе вспомним всех людей, которые приближали этот праздник как могли. Сегодня все меньше и меньше ветеранов той страшной войны, поэтому особенно важно помогать тем, кто жив. В 80-е годы еще прошлого столетия в Куйбышеве действовала Куйбышевская секция Советского комитета ветеранов Великой Отечественной войны, первым председателем которой был Михаил Иванович Буркин, герой Советского Союза, генерал-майор авиации. В декабре 1986 года в Москве состоялась Всесоюзная и Всероссийская учредительная конференция ветеранов войны и труда. На конференции создали единую Всесоюзную организацию ветеранов войны, труда и вооруженных сил. В нее вошел и Советский комитет ветеранов войны, а затем появились первичные ветеранские организации в Куйбышеве. А в ноябре 1991 года было принято ныне существующее название Всероссийская общественная организация ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И наш собеседник сегодня Владимир Николаевич Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Николаевич. С праздником вас. С праздником вас. Я хочу тоже вас, именно вас поздравить с этим праздником, потому что вы сегодня именно в такой день и вот за этим столом перед телегамерами как раз ведете ту огромную работу, которая показывает всю жизнь нашей, не только нашего города, нашей области и тех людей, которые непосредственно связаны с нашим городом, с его историей и с теми поступками, чтобы наш город, наша область была еще красивее и всегда жила вечной. — Владимир Николаевич, мы сегодня услышали столько удивительных историй. Люди нам звонят, рассказывают о своих родственниках. Удивительные истории нам рассказывают и профессионалы своего дела, те, которые изучают историю военного Куйбышева, в том числе основанные на воспоминаниях ветеранов. А ведь вам лично удалось пообщаться с многими людьми. Вот можете сказать, какая история вас самого чисто по-человечески потрясла? — Тем более вы полковник в отставке, вы участник боевых действий, и вы-то понимаете, о чем на самом деле идет речь. — Это были люди мирные, да? — Да, и насколько вообще ценно то, что сделал тот или иной человек? Вы можете оценить? — Тут дело не только в оценке. Вопрос заключается в том, что именно те люди, которые прошли вот эти жернова этой ужасной войны, тем более многие здесь в моей организации городской, но их с каждым днем становится все меньше и меньше. Я даже не хочу цифру называть, потому что их меньше уже 400 человек осталось, именно участников Великой Отечественной войны. Это те люди, которые, я уже говорил, прошли эти жернова, тех ужасов, которые были. И те истории, которые они рассказывали, многие, кто участники, кто непосредственно блокадники Ленинграда, кто-то воевал под Курском, кто-то под Сталинградом. И вот эти моменты жизненные, они для меня, как говорится, немножко всегда западают в моем сердце. Я помню своего деда тоже несу, но он умер у меня в 1960-м, в 1960-м году. Он пришел с войны в 1945-м году, служил инженерно-саперных войсках непосредственно. Но он умер, но я вспоминаю, хоть мне было 5 лет, вот, я даже не хотел этого так рассказывать, как говорится, может быть, может, как-то это не так немножко, но там собирался он, родственники наши, дядя Ефим, дядя Сережа, я вспоминаю их, я к ним подходил, они сидят за столом, собираются. Как всегда у них бутылочка стоит там, закусочка небольшая, женщины где-то в стороне всегда, бабули, царство небесное, они все. Они выпивают, что-то говорят, курят, очень много курят, вот, выпьют опять, подхожу, а не плачет, вот, что он просто. Они ни о чем не говорят, у меня сейчас кадык, немножко тоже, потому что я подхожу к нему, дед, говорю, что ты плачешь? Он обнял меня, вот так прижал, ничего не говорит, говорит, сынок, живи, и все, иди, играй, и все. Я еще брал у них мед со стола, как всегда вспоминаю, и отходил в сторону. Поэтому я, как многие говорят, что-то рассказывают, это реально, там, может быть, что-то и происходило, я верю, действительно, война была очень ужасная. Но я понял то, что человек, который, как говорится, видел вот эти ужасы, ему очень тяжело это вспоминать, потому что это всегда воспоминание, оно откладывается у него в сердце, и ему становится это очень тяжело. Поэтому я наблюдал, вот так, слезы вроде у мужиков, понимаете, мужики, это деды, это старые, там, 50 с лишним лет, а они сидят и плачут, вот, сидят, что-то о чем-то скажут, пару слов, выпьют и опять молчат. Поэтому каждый из ветеранов, он всегда в себе таит определенную какую-то тайну. И вот этим людям очень тяжело говорить, вспоминать, но они все равно пересилят, потому что мы сами просим об этом. Конечно, потому что нам это важно. Сейчас, в настоящий период времени, как раз такая ситуация и в стране, и в мире, говорит о том, что ни в коем случае не надо забывать нашу историю, нашу войну, именно нашу войну, которую мы выиграли и спасли весь мир. От этого никуда не денешься. Владимир Николаевич, а вот эта история вашего дедушки, она как-то повлияла на ваше решение потом пойти уже служить не просто в армии, а уже быть потом офицером и служить в горячих точках? Тут немножко, я всегда себя считал, как говорится, это, ну, думаю, офицер это такая профессия, очень серьезная, сильная. И, как говорится, это мы сейчас фильмы насмотрелись, говорим, есть профессия, как говорится, родину защищать. Это действительно так оно и есть. Но в тот период времени я закончил 10 классов, как говорится, потом поработал, ну, это, автошколу, досав закончил, свадщиком работал, пошел в армию, отслужил практически два года в армии, в Ковровской учебке, в Коврове, в городе Владимирской области. И потом командир роты ко мне подходит, Панченко, ну, я всех помню, фамилии, имя у тебя офицера, капитан, он говорит, Володь, иди, ты нормальный, у тебя все хорошо пойдет, я так думал, 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 потом написал письмо, это сейчас можно позвонить, там, мама, там, это, папа, там, еще что-то, вот, написал письмо, как вы думаете, вот, ну, там, принимай решение сам. Родители у вас какие? Рабочие, рабочие. Дали вам возможности? Да, самостоятельно принимать решение, самостоятельно приняли решение, я в армии стал старшим сержантом, замком взводом, вот, в училище был 4 года старшиной роты, вот, и потом пошла эстезия, вот, войска специального назначения, вот, которые обычно и подготовка идет там специфическая, и именно, когда ты чувствуешь плечо друга своего, человек, это говорит о многом, я вот считаю то, что люди, которые воевали, они знают, что именно война очень сближает людей, потому что, если ты знаешь, что справа, слева у тебя находится тот человек, с которым ты, на которого ты можешь положиться, это самое главное, и вот ветераны Великой Отечественной войны, особенно пожилые люди, которые сейчас, вот, они есть, они вот это, скорее всего, вспоминают и переживают, и вот, я просто считаю то, что действительно молодое поколение ни в коем случае не должно забывать, оно должно знать нашу историю, всю нашу историю, это не именно касается именно Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, это очень серьезно, как говорится, одна из самых ближайших и кровопролитных войн, вот, безумная, где война велась не просто как армия с армией вела боевые действия, а война велась с народами, понимаете, Гитлер, он уничтожал народы, мы о чем говорим, мы прекрасно понимаем, он славян относился к группе, вообще непонятно какой категории, он должен был просто, славянин должен просто знать счеты до 25, и больше, кажется, больше ничего не надо делать. Владимир Николаевич, я вынуждена вас прервать, мне подсказывают, что у нас есть звонок от телезрителя, давайте попробуем пообщаться в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте, представьте. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Торокин Ян Вячеславович. Ян Вячеславович, с праздником вас. И вас. Рассказывайте вашу историю. Да, я хотел рассказать про своего прадедушку, Шмунина Илья Гавриловича. Он в конце 41-го года работал на государственном пошипном заводе в Самаре, который был перенесен сюда, на платье московского завода. Работал до 45-го года, после чего отправился воевать на флот, в Самаре Московский флот, после 45-го года отправился воевать на Дальний Восток, в Японии. После этого вернулся работать на завод, там познакомился с моей бабушкой, с дядей Михайловым в Японии уже. Что он вам рассказывал о том времени, Ян? Ну, он рассказывал, само время было тяжелое достаточно, потому что войны он не ожидал, особенно. Он родился в 23-м году, то есть ему тогда уже было 18 лет, и для него это как бы неожиданно было. Он рассказывал о том, что строил планы на будущее, и как бы война была непонятная ситуация. Но он сразу ушел в рабочий завод, после чего в 43-м ушел воевать. Но про войну особо он не рассказывал, не очень любил рассказывать про войну. Но единственное, всегда гордиться тем, что защищал Родину, и даже никогда не ставил какие-то вопросы о том, что... Над это было или нет? Ян, а на каком заводе он работал, не знаете? Четвертый государственный подшипниковый завод. Да, вы же сказали, да. А фотографии дедушки у вас сохранилось, да? Да, вы можете нам прислать эту фотографию? Мы составляем сейчас фотобанк из портретов куйбышцев, которые работали в годы войны в тылу, здесь ковали победу, и были бы рады, чтобы в этот фотобанк вошел и портрет вашего дедушки. Да, конечно. Будем ждать от вас фотографию. С праздником вас, Ян. Спасибо. Спасибо, что позвонили, спасибо, что рассказали эту историю. До свидания. До свидания. Владимир Николаевич, вот исходя из того, что и сейчас рассказал наш зритель, вот там история такая, человек был и работником тыла, героически работал в тылу, и затем воевал. Вот ваша оценка, ветеран труда – это участник Великой Отечественной войны? Я понял вопрос. Вопрос очень серьезный, очень сильный. И вопрос заключается в том, что если бы не было тыла, не было бы победы. Понимаете? Все взаимосвязано. Я, конечно, все прекрасно понимаю, когда человек находится в окопах, и когда над тобой свистят пули, вот, очень тяжело. Но когда ты находишься в тылу, и ты знаешь, что если ты не сделаешь именно того, то же боеприпасы, там, патрон, граната, мина и так далее, ты это не дашь тому человеку, который находится в окопах. Здесь идет все взаимосвязанное. Я всегда буду поддерживать тех людей, которые работали в тылу. А в тылу, если сравнить, ну, уже были вот это, Александр Иванович был же здесь, он рассказывал непосредственно работу. Если грубо сказать, Воронежский завод, который пришел сюда, его восстановили за два месяца. Он же говорил. И уже в декабре месяце начали выпускать самолеты, как говорится. И письмо, я не знаю, он говорил, Салин, когда присутствовал. Да, да, селеграмма была, да. Последний раз предупреждаю, да. Да, о чем мы говорим. Это говорит о том, что практически здесь в тылу был тот же фронт. Тот же фронт, но тот, который ковал победу. Поэтому это все взаимосвязано. Я считаю, что люди, которые находились здесь, они также не доедали, они не досыпали. И вплоть до того, что именно те ребята-дебятишки, там, 10-11 лет, там, стояли у станков. Да, ведь это же были женщины и дети. Конечно, вот мы про что говорим. Поэтому их всегда, если чувствовали, что это подходит линия фронта, их бросали туда, чтобы они копали там это противотанковые рвы и так далее и подобное. Все взаимосвязано. Ни в коем случае не нужно отделять одного от второго. Да, потому что без этого практически кто-то, один из мудрых говорил, если ты не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Поэтому Советский Союз в тот период времени многонациональный он. И сейчас Россия многонациональная она. Поэтому, говорит, о том, в тот период времени Россия, народ были сплоченными. Сплоченными они делали одно общее дело, чтобы раздавить вот этого врага, вот эту фашистскую нечисть. Потому что действительно для России не было ничего другого, именно спасать потом весь мир. Поэтому тыл – это одно из важнейших, можно сказать, моментов в жизни и истории нашей страны. Без него мы бы нить победили. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. Спасибо большое, что вы пришли к нам в этот великий день, уделили нам время. Спасибо. С праздником вас, Владимир Николаевич. С праздником всю вашу семью. Редактор субтитров А.Семкин